Пуловер – это очень хорошее базовое упражнение, которое я применяю либо номером один в качестве разминки, либо последним упражнением в качестве заминки. Почему? Потому что это упражнение хорошо растягивает мускулатуру, что приводит к хорошему пампу, то есть к хорошей разминке и подготовке мускулатуры к более тяжелой работе, типа жима штанги либо жима гантелей. Привет всем! С вами AFBB Pro и Аркадий Величко. Сегодня мы находимся в Екатеринбурге в фитнес-клубе Powerhouse Gym. Сегодня мы тренируем грудь. Перенувка груди у нас сегодня пампула, легенькая. Мы первым упражнением сделали пуловер. Закончили, переходим к жиму гантелей, лежа на наклонной скамье. Всегда начинаем упражнение с небольших весов. Для чего это делается? Для того, чтобы подготовить не только мышцы к работе, но и связки. А также простимулировать нейромышечную связь. То есть подготовить нервную систему, чтобы работа с большим весом прекрасно контролировалась, чувствовалась. Ребята, всем привет! Меня зовут Дмитрий Макаренко. На данный момент я от выступался в классике. Это мой тренер Аркадий Величко, который ведет меня. И я надеюсь, что через год вы увидите меня в тяжелом весе. Я очень верю своему тренеру и следую всем его указаниям. Растем потихонечку. Сейчас будем пробовать поднять новый вес. Самое главное – это из года в год прогрессировать. И я советую многим соревнующимся спортсменам не столь серьезно относиться к занятым местам. Главное – это из года в год постоянно прогрессировать. И рано или поздно вы с таким подходом к тренировочному процессу добьетесь серьезных результатов. И, конечно же, нужен грамотный тренер. В этом сезоне было три старта. Начинал с региона, области, Магнитогорск, чемпионат Челябинской области, Кубок Урфо и Кубок Ешанькина. Очень сложные старты. Мы два дня работали на стендах. И у Аркадия самолет сегодня. Но вот заставляет тренироваться. И у нас неотрывный процесс, непрерывный. Будет время отдохнуть, поспать. Поэтому я решил, как следует, на посошок потренироваться. Вот. В фитнес-клубе Powerhouse Gym в городе Екатеринбург. Ну, а мы продолжаем дальше тренироваться. Сейчас мы закончили с базовым движением. Жим в гантели. И переходим на работу в тренажерах. Сейчас мы будем выполнять жим в хаммерах. Продолжаем тренировку. Время тренировки мы обязательно пьем ВЦА. А также сегодня мы решили добавить 1 грамм витамина С. Время. Давай. Сколько? 15. Отлично. Разочек вот так. Ого. Хорошо. По 15 повторений. Ребята, я сейчас нахожусь в Казахстане. Немножечко не в форме. У меня был очень длительный перерыв. Я уже неоднократно это вам рассказывал. И имею возможность заниматься только с 1 марта. Вот. Весь апрель у меня так получился, что я находился в разъездах. Но я надеюсь, что по приезду домой я начну гораздо быстрее набирать форму. И осенью, мы уже осенью будем выступать по профессионалам. Давай. Сколько? 65 давай на 15. 15? Да. Вот так вот. Как орешки щелкать. Нам нужно что-нибудь потяжелее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, те, кто сейчас в такой период, в такое время года, когда очень много ребят подснежников, поэтому, когда вы приходите в спортзал, нужно обратить внимание на правильность выполнения. И мой совет, потихоньку прибавлять веса. То есть не без разминки брать большой вес. Начинать с маленького веса, делать больше повторений, потихоньку добавлять, добавлять, тогда вы никогда не получите травму. И будет все у вас в порядке. Когда-нибудь вы добьетесь больших результатов. Поехали. Хорошо выгод, давай. Отдыхай, отдыхай. Сейчас будем брать потяжелее. Так, ну возьмем потяжелее еще. Давай, давай. Лоба. Сейчас будем орешки щелкать. Давай. Снимай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще. Здесь. Раз. Снимай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В тренажерах можно работать на гораздо большее количество повторений 15-20 повторений выполнять можно совершенно смело Это другого характера нагрузка Работать в силовом режиме лично я не вижу смысла Тяжело работать надо гантелями и штангами А в тренажерах можно работать и побольше повторений Лично для меня хорошо работает минимальное количество повторений это 12 Но начинаю конечно я с большего количества повторений небольшим весом Давай Димон твоя Пошире, пошире у тебя руки длинные Хорошо, на, увешай Что ты мне принес опять? Но вес был небольшой, поэтому долгих перерывов у нас не будет Когда я попадаю в новый зал, я стараюсь больше работать над тренажерами Потому что с гантелей и штангами я могу и у себя дома поработать Хороший был подходик Давай, поехал Вот Вот так Толкай Давай, давай, качай Отлично, удача Давай, 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 давай Подкачай, удача А вот ему проще, между прочим Прычаги короче Он проще толкать Наверное Наверное, если бы было мне проще, то я бы жал бы 200 на 10 Жим лежа Но, к сожалению, силовыми показателями в жиме лежа у меня все гораздо скромнее по сравнению с силовыми показателями в приседании Ну еще бы с такими ногами И будучи даже юниором, я в 20 лет мои силовые показатели в жиме лежа были гораздо внушительнее, чем сейчас Хотя я весил на 20 килограмм меньше Давай Давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так Можно на последний чуть добавить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это был хороший подход Очень важно Когда есть хороший тренировочный партнер Который чувствует Каждое твое движение Который может подбодрить Не только подстраховать Сказать вовремя Очень бодрое словечко Давай Отлично Есть Да Да, это верх Всегда начинаем с маленького веса Нужно прочувствовать все как следует Понять движение А потом уже можно повесить Торопиться некуда. Укладываться в час рабочего времени мы не собираемся, это не наш подход. Окей. Что, тяжелый? Нет, в самый раз. В самый раз. Ну, тебе в самый раз. Давай. Давай 15. Сильно не растягивай. Грудная уже вот здесь растянута, да. Дельту нам не надо растягивать. Мы стараемся грузить только нужные мышечные волокна. А связки подключать как можно меньше. Потому что связки восстанавливаются гораздо дольше, чем мышцы. Давай, чуть-чуть прибавим по червончику. Еще вчера я весил 89, утром. Вчера вечером я весил 93, а сегодня я уже вешу 98. Если так пойдем дальше, то завтра буду 102. А дальше пойдет однозначно. Поехали. После соревновательного сезона нужно не забрасывать тренировки. Вес начинает стремительно расти. Нагружается в вечно-сосудистую систему. Может подниматься давление. Когда ребята молодые, здоровье еще вагон, это все не так заметно и не ощущается. Но когда вам будет 30, вы начнете это ощущать и будете жалеть о том, что когда-то что-то было сделано не так. После подходика не лишним будет данную мышечную группу растягивать. Для того, чтобы увеличить приток крови клеткам. Потому что когда вы делаете растяжение, в мышечной клетке появляется вакуум, который затягивает туда не только кровь, но и питательные вещества. То он, конечно же, отражается в мышечных объемах положительным образом. Вот так вот, мужик. Отлично. Нашу сегодняшнюю тренировку вы смотрели на канале «Железный мир». Ну а всем поклонникам железного вида спорта я хочу пожелать удачи. С вами были... Аркадий Величко. Дмитрий Макаренко и Аркадий Величко. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok